Великий день независимости Не было бы того мира, который мы видим сейчас Не было бы той географической карты, которую мы привыкли видеть на стене Был бы другой мир Я хотел бы добрым словом вспомнить тех, кто жил те дни Кто воевал на фронтах Великой Победы Тех, кто выносил раненых с поля боя Тех, кто возвращал раненых в строй Тех, кто обеспечил эту победу Я бы очень хотел, чтобы сегодня ветераны, которые к счастью к нам пришли Я чуть попозже озвучу каждого поименно Рассказали бы молодым коллегам, как это было Посмотрите на сегодняшний мир Ведь не прошло и 70 лет, как фашизм снова поднимает голову Мы видим, что в целом ряде стран появляются крайне правые националистические движения Люди забыли ужасы войны Ветераны, учителя Расскажите, пожалуйста, нашим ребятам Нашим будущим воинам, что это такое Расскажите, что не бывает доброго фашизма с добрым лицом Расскажите им, как гибли миллионы советских людей Не бывает, к сожалению, никаких промежуточных вариантов борьбы с фашизмом Это нужно сделать сегодня, чтобы эти дети не воевали завтра Я хотел бы прочитать небольшое стихотворение Называется оно «Спасибо» Спасибо тем, кто не дошел дорогой фронтовой Спасибо тем, кто воевал, рискуя головой Спасибо тем, кто на себе из раненых бойцов Из-под обстрела выносил под пулями врагов Спасибо тем, кто отстоял мой город дорогой Тем, кто детей больных спасал, делясь своей едой Тем, кто в ночи ковал броню Кто бомбы затушил Тем, кто так долго воевал, чтобы мы могли бы жить К сожалению, с каждым годом список наших ветеранов становится меньше и меньше Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы были любимы Чтобы вы были услышаны И самое главное, я хотел бы пожелать, что ровно через год В великий праздник российского народа День 70-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне Вы были с нами Вы сидели перед памятником тем медикам, которые вернули в строй миллионы советских солдат Вы услышали наши благодарственные слова И чтобы мы могли вас поздравить Я хотел бы сейчас озвучить с благодарностью Список сотрудников университета Которые на сегодняшний день представляют Огромную армию советских медиков и советских солдат-офицеров Великой Отечественной войны Это Неверов Владимир Павлович Участник Великой Отечественной войны, инвалид войны Правосудов Виталий Петрович Профессор кафедры физических методов лечения, участник войны Кирина Галина Васильевна, врач-рентгенолог Работала медсестрой санитарного поезда Картавова Вера Александровна, врач-рентгенолог К моему большому удовольствию здесь присутствует Профессор, который много лет возглавлял кафедру гистологии Георгий Сильвестрович Катенас Спасибо вам, учитель, за то, что вы с нами Спасибо за то, что вы это сделали для нас Анна Михайловна Перехватова, медсестра клиники дерматовенерологии Антонина Михайловна Тылик, участник боевых действий ЗАФ-архива С нами присутствует легендарный человек Зинаида Афанасьевна Смирнова Человек, с которым мы каждый наш праздник Человек, который для многих является олицетворением девочек-сестер На плечах которых выжили миллионы советских солдат Это люди, которые в тяжелые блокадные дни Осуществляли свою деятельность в блокадном Ленинграде Нина Менделеевна Коган Вера Васильевна Мальшакова Валентина Васильевна Рогачевская Вера Михайловна Янкевич Татьяна Семеновна Сазонова Я предлагаю поддержать аплодисментами этих людей Я очень бы хотел, чтобы несколько слов нам Сказала замечательный человек Зинаида Афанасьевна Смирнова Дорогие друзья Я из поколения Которое в 41-м году Со школьной скамьи Шагнуло в бой Сейчас вот я смотрю на вас Смотрю на молодежь Они мне очень напоминают Нас 41-го года Вы знаете Мы пришли в этот институт поступать Но мы попали сразу в бойню Нас сразу заставили дежурить Когда принимали раненых Потом из нас сформировали дружины Которая жила во втором общежитии Огромный зал там был И которые разбирали завалы в городе Потом этот курс первый Кончил курсы роковских сестер И отправился на фронт И после войны 400 человек вернулись с фронтовиков А 400 поступило школьников Курс был сильный Потому что нам было стыдно Фронтовикам плохо учиться А школьники считали Что им надо учиться не хуже, чем мы Поэтому действительно Были очень сильные Очень сильный курс Но курс наш Собственно абитуриенты Они начали войну Еще в августе месяцем Тогда это называлось Трудовая повинность Потом это стали Оборонные работы И я с удовольствием вспоминаю Что там Где медики Первого медицинского института Строили противотанковый роб А это было около Шоссе На гостилице На котлы Он существует и сегодня И там он отмечен Памятником Который называется Атака Здесь были задержаны танки Есть еще один памятник Который я тоже вспоминаю Мы рыли противотанковый ржи И нас уже стали в конце Августа Отводить На станцию Чтобы отправить И по дороге нас Перед Петергофом Остановили моряки И нас заставили рыть Ой, окопы Траншеи Вы даже не представляете Что это такое Это бывшие Куртины Английского дворца Теперь Вот немножко за ними Там видно Остался строительный мусор Еще тогда Земля перемешанная С кирпичом битым В руках у девчонок 17, 16, 17, 18-летних Только лом и лопаты И моряки просили Роются девочки поглубже Траншеи А девочки уже Без сил Потому что До этого мы рыли Роб И они говорили Ну что ж вы так Неглубокую делаете Траншеи Ведь сейчас займут моряки Ну как они спрячутся Ведь они же будут По весь рост здесь Стрелять Ну и девочки Конечно старались Вот нас отправили Буквально с последним эшелоном Который Пришел в Саранинбаума Вот образовалась Малая земля Ленинградская Оранинбаумский пятачок И мы Медики Приложили к нему руки Одновременно с нами Когда мы рыли окопы Был еще второй курс Но вы знаете Были только одни девушки Мальчиков у нас не было А секретарем Ковсовольской организации Был тогда Женя Цветов Который Только потому что Был тяжело ранен и оперирован Он остался в институте Так что работали Одни девчонки Казалось бы Тяжелое время Прошло Нет Вот 8 сентября Совершенно Мы даже точно Тогда не знали Блокада Блокада Ленинграда Что это такое Рассказывать я не буду Вы многое считаете Но я скажу вот о чем Блокада Ленинграда Это тяжелейшее состояние Ленинградцев И бойцов Ленинградского фронта Мы все время говорим Блокада, блокада Ленинград выстоял Ленинград герой Ленинград мученик Но ведь освобождали город Ленинград Бойцы Ленинградского фронта А это те же блокадники Это та же норма хлеба Для бойцов была самая большая 300 грамм А иногда и меньше И эти те же изможденные Уставшие люди Которые боролись за свободу Своего народа Мне хочется еще сказать Вот о чем Мы часто слышим Народное ополчение Народное ополчение А кто это народное ополчение? Да это те же студенты Те же преподаватели Те же рабочие Ленинградских заводов Которые уже давно забыли После гражданской войны Как держали винтовку в руках Поэтому в первые же дни войны Организовались отряды Народного ополчения Но есть еще одна группа О которых мы говорим реже Это партизанские отряды Так вот первый отряд На Ленинградской земле Это был партизанский отряд Института физкультуры и лезвовства Под руководством мастера спорта Котицына Второй отряд Это были горняки Усманов был у них руководитель И третий Это художественная академия Это Дорофеев Вот эти же люди В первые дни войны Отправились в рейд в тылы Они многое сделали Но мы больше знаем о другом Эти люди вели Рельсовую войну Вначале это были маленькие отряды По несколько человек Потом В конце войны Это уже была армия Это была в Беларуси армия Ковпака Это была настоящая армия Которая сражалась И первые партизаны Им тоже трогать приходилось Потому что базы для партизанской борьбы Хотя их начали формировать Перед войной Но уже на всех и быстро Поэтому оружие партизаны Добывали сами в бою А мандирование сами в бою И еще сейчас я скажу Я никогда об этом не говорила Но сегодня я скажу О второй ударной армии Это армия сибиряков Это оклеветанная армия Когда часто говорили Власовцы, предатели Нет Они не были предателями Еще давно 15 лет назад Мне пришлось встретиться С председателем совета ветеранов второй армии И он мне сказал Вот ты подойди, вспомнишь Что нас оправдают И правда Вы понимаете Вот это Существует такая деревня Мясной борьб Это еще со времен царской войны Эта деревня поставляла мясо для армии Так вот Надо же было Что именно Когда хотели Когда попытались Это была вторая попытка Освободить блокаду Ленинград от блокада Именно там попала Вторая ударная армия В бутылочный капкан Они не сдавались в плен Даже тогда Когда лесники находили Трупы солдат с винтовками Никто не дает права говорить Что они были предателем Они боролись до последней минуты Потому что в плен с оружием не брали В прежде всего разоружение Да, они вышли из плена Вышли из окружения Но дорогой ценой И вот еще тогда Пусть и словами командовали Когда генерал-натор Он писал в сводках Что бойцы На себе тащат Орудие На себе запас Фуража для коней Технику на себе Но у нас не хватает Патронов А норма питания 50 грамм сухарей в день Вот Это та же дистрофия Та же Что была в Ленинграде Ну, к счастью Эти тяжелые дни На Ленинград Там вроде Сменились На блокаду Сняли еще не скоро И поэтому Мы с вами Иногда слышим Вот кто сможет Вы бываете все На Ладожском озере У многих там Дачи Они приезжают И знают Что Ладога Очень коверна Ну вот Я хочу сказать Что Впервые На Ладоге Были страшные морозы Был лед И поэтому Мы смогли Организовать Дорогу жизни 3500 полуторок Обслуживало Дороги жизни А что такое полуторки Это 3-5 мешков И больше Положить было нельзя Толщина льда Была всего-навсего 60-90 сантиметров И поэтому Машины Уходили под лед Не от 3500 машин А сколько их Лежат на Де Ладоге И еще Одну вещь Я хочу сказать Это Ладожская катастрофа Так как Называет ее Ладожский Титаник 16 сентября Было принято Решение Для сохранения Кадров Военного Училища Держинки Переправить Весь Золотой Курс Это были В основном Отличники Переправить На большую Жизнь На большую Дорогу Так вот Когда Их погрузили В районе Маяка Синовец Начался Шторм И вот тут Нам Ладога Не помогла Она Разбила Самоходные Варжи На которых Погибло Считается Что 800 Человек Но их было Больше Потому что Кроме Держинки Был выпускной Курс Военно-медицинской Академии И кроме Того Оказались Женщины С детьми И представляется Когда начался Шторм Варжи Эти Раскололись Вдоль Практически Почти Никто Не выжил И те Кто пытался Помочь Тоже Был Такой Корабль Конструктор Он тоже Пострадал Очень Им Стоит Сейчас Памятник Называется Он По-разному С пирамидово С местах Ладожский Курган Вот На берегу Ладожского Озера И еще Одних Людей Хочу Сказать Это Артиллерийская батарея Которая Стоит На берегу Ладоги Она Всю Войну Просуществовала И прикрывала Дорогу Жизни Немцы Вышли 8 сентября К Швейсенбургу С этого Началась Блокада Но К разную Победу Что они Вышли На берег Ладоги Они Подзадержались Но На следующий День Вот эта 101 батарея Не дала им Возможности Пока Не подошли Другие Она Несколько Дней Сдерживала Напор Врага И Там Сто метров Всего Было До Швейсенбургской Крепости Немцы Не смогли Пройти Всю Войну Не смогли Пройти Только 41-42 42-43 Ладога Покрылась Льдом И могли Машины Идти Польгу Больше Этого Никогда Не повторилось Те Железные Дороги Которые Проложены Были От Кабона Через Лаврова На Войбок И Жихарево Вот Их Смело Ладога Убрала Их И не осталось Никаких Воспоминаний И даже Берег Вовсе И песчаный И тут Ничего Там нет Больше Ни разу Такой Ладоги Не было Ладога Коварная Но тут Она нам Помогла Я хочу Давайте Поклонимся И мертвым И живым Живых Уже почти Не осталось А тех Бойцов Которые Не вернутся Вы знаете Что у нас 9-го Числа В Ленинграду Пойдет Бессмертный батальон Что это такое Это вот Дети Школьники Понесут Портреты Своих Родных Дедушек Продедушек Которые Погибли Войну Вот Эти люди Останутся Навсегда Вместе С нами Дорогие друзья Я предлагаю Почтить Минуты Молчания Память Тех Генералов Адмиралов Офицеров Солдат И старшин Матросов Которые Остались В нашей земле Которые Погибли Но защитили Нашу страну Давайте Вспомним Своих Родственников Давайте Вспомним Знакомых Друзей Тех Кто Погиб На этих Тонтах Давайте Скажем Мысленно Добрые Слова Благодарим За то Что Мы Сегодня Жили Спасибо Я Хотел Предоставить Слово Шептурника Марии Дмитриевне Мне Было Не было Даже Четырех Лет Когда Началась Война Но Я знаю Что Такое Фашизм Вы Знаете Война Началась Сразу И Я Родилась В городе Николаеве На юге Украины Сейчас Это Называется Юго-восток Украины И Сразу Это Был Июнь Месяц В конце Июня Месяца Была Бомбежка Но Наши Солдаты Не отдавали Город Где Наступали Но Немцам Удалось Захватить И Вот В этом Возрасте В четыре Года Были Такие Моменты Которые Ну Это Остаются На всю Жизнь Я Помню Что На юге Вы знаете Большие Дворы Такие Все Домики Одноэтажные И Вот Стоит Грузовая Машина Помню Как Сейчас Мне казалось Что она Деревянная Что она Вся Из Дерева А На эту Машину Загоняют Прикладами Говорили Что Тогда Говорили Это Полицаи Ну Значит Это Наверное Это Бендеровцы Которые Сейчас То же Самое Хотят Сделать Прикладом Загоняли На эту Грузовую Машину И Говорили Что Это С окружающих Кварталов Собирают Евреев И Коммунистов И Будут Их Живьем Закапывать За Городом За городом Николаевым Был второй Она была Белая Она была Такая Седая И Рвала На себе Волосы Ой Ну В общем Второй Бабий Яр Был под Николаевым Там Очень Много Было Погребено А Те Которые Ну Мне Просто Уже В 67 Году Удалось Побывать На Процессе Где Ну Судили Этих Полицаев Я не буду Об этом Рассказывать Я только Хочу Сказать Что Те Которые Пытались Как-то Вот Из Окружающих Сел Приходили Закопают Живьем Закапывали А крестьяне Приходили И смотрели Где земля Шевелится Они Откапывали И некоторым Даже удалось Удавалось Спастись А Ну Когда Заметили Полицаев Что Некоторым Удается Спастись Тогда Всех Жителей Окрестных Сел Загнали В избу И подпалили Точно так же Как недавно Подпалили Дом профсоюза В Одессе То есть Сейчас Все повторяется Вот Первые буквы Которые Я узнала Это были буквы Которые входят В слово Партизан Потому что В центре города На базарной площади Стояло много Веселец И там Висели Ну Люди Висели И у всех Была Дощечка Партизан Партизан И все это Ну Обновлялось Все время Новых Кто спасал Партизан Те тоже Как правило Их сжигали Их собирали Всех вместе И сжигали Так вот Сейчас повторяется Все то же самое И самое ужасное Что это все Повторяют Неофашисты Это молодые люди Кто борется Кто борется С мирными людьми На юго-востоке Кто 18 20 24 Года Это те Которые Уже сейчас Вскормлены Которые Ну не знаю Что у них в головах Есть Какими надо Обладать Чувствами Чтобы Идти на мирных Жителей И тех жителей Которые хотят Своей свободы Просто уничтожать Но у них Ничего не получится Потому что У нас есть Наша молодежь Она воспитана Не на ненависти Какой-то нации Или какому-то народу Она по-другому воспитана Мы вчера Ну вот Обсудили с группой 522 И часть 524 группы Мы просто говорили Как трудно Бороться с фашизмом Вот в наше время Сейчас И Ну я сказала Что конечно Им надо помочь И неплохо было бы Если бы мы И гуманитарно Могли помочь А сегодня Я прихожу на занятия И Вы знаете Я все Я ругаю студентов Думаю что они плохие А они на самом деле Настолько благородные Они настолько добрые Вот эти 14 человек Они подготовили Огромнейшие 4 сумки Неподъемные Продуктов Перевязочных средств Там все было И бинты И консервы И сахар И макароны Это в наше время Это сегодня Утром Произошло Раз у нас Такая молодежь Россия Будет существовать И наша молодежь Не даст возможности Чтобы вот эти Неофашисты Захватили Но они же пытаются И нас Тоже захватить Что их нога Никогда не ступит На нашу страну Поэтому Низкий поклон Конечно Вечная память Тем Кто защищал Но и тем Кто будет Защищать Выражение благородства Всего этого поколения Всего поколения Но которое Должно Отстоять Свою страну Свой народ Особую благодарность Ветеранам Передает Ректор нашего университета Академик Багненко Который в настоящее время Организует Медицинскую помощь В тех Вновь обретенных Нами территориях Где требуется Наша помощь И в качестве Подарка ветеранам Университет Подготовил Концерт Нашей молодежи У нас совершенно Замечательная молодежь Русские Украинцы Белорусы Грузины Иностранные студенты Это дружный Большой отряд Я очень надеюсь Что своим небольшим концертом Они порадуют Наших ветеранов Бушует май Величье праздника Одетый Великий праздник Великий праздник Отмечает Вся страна Великий праздник Великий праздник Великий праздник Великий праздник Георгиевскую ленту не превратить фашизму в колорадского жука Желаем вам здоровья и энергии Ну и, конечно, долгие лета Сегодня молодое поколение пришло от всей души поздравить вас сюда АПЛОДИСМЕНТЫ Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года Она такой вдавила след и стольких на земь положила Что двадцать лет и тридцать лет Живым не верится, что живы И к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких И время добавляет в списки еще кого-то, кого нет И ставит, ставит обелиски Аплодисменты 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 Дети войны Дети войны Сердце маленьком горе бездонное Сердце словно отчаянный гром Ленинградский гремит метроном Неумолчный гремит метроном Дети войны Дети войны Набивались в теплушке открытые Дети войны Хоронили игрушки убитые Никогда я забыть не смогу Крошки хлеба Крошки хлеба На белом снегу Крошки хлеба Крошки хлеба На белом снегу И припомнили Черным городом На тело не шла На белом снегу Дети войны В городках В деревеньках В деревеньках Бревенчатых Дети войны Нас поюкали добрые женщины Буду помнить я тысячи дней Руки близких чужих матерей Руки добрых чужих матерей Заснимала глаза Кошка пешкая Падал пепел Опять и опять Ночь с дождением И надеждою Нам была только родная мать Дети войны Стали собственной памяти Старше вы Наши сыны Этой страшной войны Не видавшие У счастливыми Будут Людьми Мир Их Дом Да Сбудится Мир Их Дом Да Сбудится Мир У счастливыми Будут Людьми Мир Их Дом Да Да Сбудится Мир Дом Да Сбудится Мир Дети Войны Дети Войны Дети Войны Перед воем Сухи Тёплые вечера И покрыть Тревожную Сон Тишиной О Вчерашних Мальчиков Гимна Стёрки Грубые И письмо От мамы Собры Здесь Всю ночь Горела Звезда Одинокая И Туман Прозрачный Лежит У реки Здесь Берёзы Белые Травы Высокие Враг Не должен Дальше Пройти А Закаты Алые 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 Перед Боем Выстрелы Не Слышны Не Об этом Вместе С тобою Мечтали Мы За Четыре Дня До Войны Полыхнули Слыпы И Небо Заврушилась Солнце Не Видать Крячет Дыма Стена Спят Берёзы Белые Травы Высокие Собрала Вас Мальчики Война Отстояли Родину Годы Суровые Нет Следов Далёких Дорог Боевых Нужно Чтобы Помнили Мы С тобою Помнили Именно Герои Свои А Закаты Алые 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 Перед Боем Выстрелы Не Слышны Не Об этом Вместе С тобою Мечтали Мы За Четыре Дня До Войны А Закаты Боевых Алые 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 Перед Боем Выстрелы Не Слышны Не Об этом Вместе С тобою Мечтали Мы За Четыре Дня До Войны Мечтали Далёком Тревожном Боед Батарею Страны Наведу Стояли Завзаслыми Рядом Мальчишки у стен Ленинграда Стояли сам взрослыми рядом Мальчишки у стен Ленинграда На парте осталась раскрытая тетрадь Не выпало им написать, начитать Когда навалились на город Угасные бомбы и голод Когда навалились на город Угасные бомбы и голод И мы никогда не забудем с тобой Как наши ровесники приняли бой Им было всего лишь двенадцать Но были они ленинградцы Им было всего лишь двенадцать Но были они ленинградцы Жди меня, и я вернусь Но только очень жди Жди, когда наводит грусть Желтые дожди Жди, когда снега метут Жди, когда жара Жди, когда других не ждут Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня Пусть друзья устанут ждать Сядут у огня Выпьют горькое вино Напомин души Жди, и с ними заодно Выпить не спеши Жди меня, и я вернусь Всем смертям назло Кто не ждал меня, тот пусть Скажет повезло Не понять не ждавшим им Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня Как я выжил Будем знать Только мы с тобой Просто ты умела ждать Как никто другой АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ё plotted Субтитры делал DimaTorzok Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех далей Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Летит, летит по небу клин усталый Летит в тумане на исходе дня И в том строю есть промежуток малый Быть может это место для меня Настанет день из журавлины стаей Я поплыву в такой же сизой мгле Из под небес по птичьи окликая Всех вас, кого оставил на земле Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Какая музыка звучала Когда и души, и тела Война проклятая попрала Какая музыка во всем Всем и для всех Не по ранжиру, осилим, выстоим, спасем Ах, не до жиру, быть бы живу Солдатам голову кружа Трехрядка под накатом бревен Была нужнее для блиндажа Чем для Германии Бетховен И через всю страну струна Натянутая трепетала Когда и души, и тела Война проклятая топтала В стенале яростно На взрыт одной Единой страсти ради На полустанке инвалид И Шостакович В Ленинграде Мы так давно, мы так давно не отдыхали Нам было просто не до отдыха с тобой Мы пол Европы по-пластунски пробахали А завтра, завтра, наконец, последний бой Еще немного, еще чуть-чуть Последний бой, он трудный самый А я в Россию домой и хочу Я так давно не видел маму А я в Россию домой и хочу Я так давно не видел маму Четвертый год Четвертый год, нам нет житья от этих фрицеп Четвертый год, соленый пот и кровь рекой А мне в девчоночку хорошую влюбиться А мне в до родины дотронуться рукой Еще немного, еще чуть-чуть Последний бой, он трудный самый А я в Россию домой и хочу Я так давно не видел маму А я в Россию домой и хочу Я так давно не видел маму Последний раз сойдемся завтра в рукопашной Последний раз России сможем послужить А за нее и помереть совсем не страшно Но каждый все-таки надеется дожить Еще немного, еще чуть-чуть Последний бой, он трудный самый А я в Россию домой и хочу Я так давно не видел маму А я в Россию домой и хочу Я так давно не видел маму На солнечной поляночке другою выгнул бровь Паренишка на тальяночке играет про любовь Про то, как ночи жаркие с подружкой Проводил, какие полушалки ей красивые дарил Играй, играй, рассказывай Играй, рассказывай, тальяночка сама О том, как черноглазая свела с ума Когда на битву грозную парнишка уходила Ночью темной звездною ей сердце предложил В ответ девчина гордая шутила Видно с ним, когда вернешься с орденом Тогда поговорим Играй, играй, рассказывай, Тальяночка сама О том, как черноглазая свела с ума Играй, играй, рассказывай Тальяночка дружил и в лютой битве с ворогом Медаль он заслужил Пришло письмо летучее, заснеженную дождь, что ждет Что в крайнем случае согласна на медаль Играй, играй, рассказывай, Тальяночка сама О том, как черноглазая свела с ума Играй, играй, рассказывай, Тальяночка сама О том, как черноглазая свела с ума Играй, играй, рассказывай, Тальяночка сама О том, как черноглазая свела с ума На братских могилах не ставят крестов И вдовы на них не рыдают К ним кто-то приносит букеты цветов И вечный огонь зажигают Здесь раньше вставала земля на дыбы А нынче гранитные плиты Здесь нет ни одной персональной судьбы Все судьбы в единую слиты А в вечном огне виден вспыхнувший танк Горящие русские хаты Горящий Смоленск и горящий рейстаг Горящее сердце солдата У братских могил нет заплаканных вдов Сюда ходят люди покрепче На братских могилах не ставят крестов Но разве от этого легче? АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Пусть проходят года, но на лицах седых стариков Остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом. И сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, Чтобы сняли всегда только добрые сны, Чтобы Россия героев своих не забыла, Чтобы не было лучшей войны. Я хочу, чтобы не было лучшей войны. И у прадеда я, прадедами его дорожу, Что такое война, я потомкам своим расскажу. Будет вечный огонь, что горит у Кремлевской стены, Нашу память хранит, словно трочная нить. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, Чтобы снили всегда только добрые сны, Чтобы Россия героев своих не забыла, Чтобы не было лучшей войны. Я хочу, чтобы не было лучшей войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скворцы пропавшие вернулись Скворцы пропавшие вернулись Бери, Шанель, пошли дома А ты закрытыми очами Спишь под фанерною звездой Вставай, вставай, однополчанин Вставай, вставай, однополчанин Вставай, вставай, однополчанин Бери, Шанель, пошли домой Что я скажу твоим домашним Как встану я перед тобой Неужто клясся днём вчерашним Неужто клясся днём вчерашним Неужто клясся днём вчерашним Бери, Шанель, пошли домой Мы все войны шальные дети И генералы рядовой Опять весна на белом свете Опять весна на белом свете Опять весна на белом свете Бери, шинель, пошли дома Пусть будет навеки для вас этот праздник Хоть с грустью от боли, утрат и потерь Но светлый и радостный счастье посланник К надежде и вере, заветная дверь Честнее нет победы, чем ваша победа Нет в мире дороже и лучше побед Ценей нет заслуги, мудрее нет завета Чем тот, что вы дали потомкам вовек Пусть мужество ваше нам будет примером Да станет победа нам вечным огнем Вы были далеких времен пионерами Мы вашу отвагу как флаг пронесем Здоровья хотелось бы нам пожелать вам И мудрости в трудный наш век перемен Пусть внуки подарят, что могут отдать вам И мудрости жизни получат взамен Пусть будет навеки для вас этот праздник Днем юности, мира, добра, красоты До нынче как в простонку И только не могу тебя простить И тысячи лет узнал бы я мальчонку Но как зовут? Забыл его спросить Лет десяти, двенадцать, бедовые И те, что главарями у детей И те, что в городишках при фронтовых Встречают нас, как дорогие гости Машину отступают на стоянках Соскаким воду бедрами метру Приносят мыло с полотенцем в танки И слезы недозревают силы Шел бой-то улицу Огонь прага был страшен Мы прорывались с площади вперед А он бомбит Не выглянуть из башни Черт его поймет, откуда бьет Тут угадай-ка, за каким домишкой он примастился Столько всяких бед И вдруг в машине подбежал парнишка Товарищ командир, товарищ командир Я знаю, где их пушка, я разведал Я подползал, они вон там, в саду Да где же, где? А дайте я поеду на танки с вами Спрямо приведу Что ж, бой не ждет Влезай сюда, дружище И вот мы пятенки несутся к зверам Стоит парнишка, мины, пули слышат И только рубашонка пузырем Подъехали, вот здесь И с разворота заходим в тыл И полный газ даем И эту пушку за одну с расчетом Мы вняли в рыбку Жирной черной зоны Я вытер пот Душила гарь и копоть От дома к дому шел большой пожар И помню я сказал Спасибо, хлопец И руку, как товарищу, пожал Был трудный бой Все нынче как спросон И только не могу себе простить Тысячник Вот много я мальчонок Но как зовут Забыл бы вас спросить Аплодисменты 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 День Победы Как он был надалек Когда все потушены Таял уголек Были небцы Обгорелые пыли Этот день мы приближали Как могли Этот день Победы В городах пропад Это праздник Синерой на висках Это радость С слезами на глазах День Победы День Победы День Победы Синерой на висках Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы Здравствуй, мама Возвратились не все Босиком мы Пробежаться по росте Пол Европы Прошагали пол земли День Победы Этот день мы приближали Как могли Этот день Победы В городах пропад Это праздник Синерой на висках Это радость Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы С ворохом пропад Это праздник Сединою на висках это радость Со слезами на глазах День Победы, День Победы, День Победы, День Победы Дорогие ветераны, я очень надеюсь, что вам понравилось Я предлагаю еще раз похлопать нашим замечательным студентам, включающимся Спасибо вам за тот праздник, который вы подарили нашим ветеранам Сейчас, я думаю, что мы возложим те цветы, которые принесли к этому святому месту К этому памятнику, который, как вы все знаете, установлен на том месте, где упала бомба На том самом месте, где Господь уберег людей, находящихся в клиниках университета Больных, врачей, сестер, санитарок От неминуемой смерти после взрыва Мы вспомним тех, кто был с нами Мы вспомним тех, кто защищал наш город, кто защищал нашу страну После этого, уважаемый ветеран, мы вас ждем на фронтовых 100 грамм Традиционно в нашу столовую Спасибо тем, кто пришел почтить память павших Кто пришел поздравить наших ветеранов Спасибо, мы излагаем цветы Ушел ваты Да так и и он всегда Сегодня Уaddinhas Вам хорошо сегодня на любя Пос jaws Уморите Герои Попробуем вас Уморите Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok